Кемеровский Кузбасс Кемеровский Кузбасс Кемеровский Кузбасс Кемеровский Кузбасс Кемеровский Кузбасс Кемеровский Кемеровский Кузбасс Кемеровский Кузбасс Кемеровский Кузбасс Кемеровский Кузбасс Кемеровский 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 Кузбасс Сергей Макаров, капитан Кемировчан, тщательно к ней готовится. Проверяет судья на вышке готовность к этому матчу своих помощников. И небольшая заминочка у нас пока здесь поддерживают болельщики. Заминочка на самом деле только вот на площадке пока, на трибунах никакой заминочки нет. Да, в полном боекомплекте. Фан-сектор находится, недалеко от нас они располагаются. И вам будет сегодня их очень хорошо и четко слышно. Ну все, все формальности соблюдены. Звучит свисток, возвещающий о начало сегодняшней встречи и Сергей Макаров. Первая подача. Кузбасс-губерния. Мартина атаковал. Вновь Мартина. Второй раз. Смягчает блок. И будет атака у Кузбасса. Мочилов. И от Рупьянутова мяч уходит на трибуны. 1-0. Кемерский Кузбасс повел. На самом деле, конечно, не в обиду будет сказано вчерашнему сопернику Кузбасса, команде «Нефтяник» из Оренбурга. Но сегодня трибуны прям заряжены. Все прекрасно понимают, что сегодня сражаются те, кто, собственно, одна из команд и попадет в полуфинальный. Закрывают Павлова. Великолепный блок в Кузбассе монстрировал вчера и сегодня с самого начала встречи. Также блок на высоте у кемеровчан. Сегодня, конечно же, и у ваших комментаторов будут зашкаливать эмоции. Просто, ну, великолепный матч сегодня представляет телеканал «Мой город». Что по первым двум розыгрышам, это уже понятно. И вновь отправляются в защите. Отлично действуют в защите кемеровчане. Будет атака у Мартина. Мартина. И по тройному блоку, по пальцам, удается 15-му номеру сицилийскому игроку в Межгородской губернии заработать первый балл для своей команды. Зычев отправляется на подачу. Но, напомним, сегодня одна встреча уже завершилась. Как мы с Татьяной вчера и предполагали, оренбургский нефтяник легко разобрался с Екатеринбургским локомотивом-изымрудом. Правда, в четырех партиях. Началов. Не попадает. Не попадает. Не попадает в площадку. По рукам. И, соответственно, в площадку. Пытался отыграться от рук блокирующих. И мы смотрим повтор этого эпизода. Не мной свечев. Прошу прощения. Конечно же, Денис Детман на подаче. У Нижегородской команды не попадает в пределы, отведенные для этого игрой. И Александр Мочилов. Естественно, болельщики требуют эйса. Можут Александр это сделать. Хорошая подача. Отправляется Савин. И Мартина в атаке. Смягчает блок. Поднимают мяч. В защите. Нильсон. Аскеров. И Янутов. Павлов в атаке. Перестройной блок. Будет атака у Кузбасса. Аскеров. До пола. Великолепный удар. Вот это начало. Вот это начало. Какой драйв уже в начале игры. Уже сразу, конечно, с первых розыгрышей. Да, при счете 4-2 она уже чувствуется, как заряженный спортивный комплекс арены и команды. И все понимают, что это, ну, самая настоящая волейбольная битва. То, что сейчас происходит на площадке. Александр Мочилов будет подавать Кузбасс. Впереди 4-2. Да, зал заведен до предела. И Александр Мочилов готовится. Готовится тщательно пятый номер. Ай-яй-яй. Ну, я думаю, что, да, в такой атмосфере, которую мы сейчас описали, наверное, даже опытный спортсмен может немного... Андреевский идет на подачу. Вернее. А я напомню, если вдруг кто-то не знает у любителей, из любителей волейбола, что сегодня, как по мановению палочки, во всех четырех группах встречаются команды, которые будут бороться за выход в финальную часть. Во всех четырех группах. Именно в сегодняшней. Вечером во всех четырех городах. Так. Отлично там в защите. Это, по-моему, Нильсон дал. Да, у нас тут долгий розыгрыш. Чем закончится? Побивает до пола сицилийский игрок губернии. И Сергей Андреевский будет продолжать подавать в составе Нижегородской губернии. 4-4. Счет равен. Но я думаю, что нога в ногу сегодня будут соперники идти. Да, вновь интересная игра ожидает. Аскеров по рукам блокирующих. За пределы площадки. Так вот, в группе А, которая в Казани, там казанский «Зенит» будет играть с «Факелом» из Нового Уренгоя. Ну, чуть попозже, попозже, пока захватывает явная игра. И Михаил Сербаков. Да, видимо, что все в порядке у него. Удается Савину отлично действовать с пайпом. И сравнивает счет. И вот он. Сицилийский игрок атаки. Нижегородской губернии. Смотрите, какой мощный парень. Уверенно справляются кемировчане. И Нильсон не попадает по рукам блокирующих. Показывает, что да. Повтор посмотрим. Да, смотрим повтор. Не было касания. Да, и Денис Масусевич находился рядом. И он даже не стал брать видеоповтор. А у нас Мартина остается на подаче. Не попадает в пределы поля. Счет равный. Да, волнение, волнение. Кстати, тренеры главные команды. Представляя команды, мы, к сожалению, просим прощения, пустили, да, Денис Масусевич и Пламен Константинов. Эмоциональные тренеры. И один, и второй. И, ну, интересно наблюдать за ними, да. Первую встречу. Компионата России. Видели, конечно же, как четвертой партии действовал наставник Нижегородской команды. Смотрим повтор. Сергей Савин сейчас заработал одно очко для своей команды. И вот Сычок приходит на подачу. И попадает точно в сетку. 7-7. Ну, а в составе Кемеровского Кузбасса подавать будет Руслан Аскеров. И первым темпом. Ну, собственно, на первой техническом. Денис Гетман отправил команды на первый технический перерыв. Губерния ушла в роли лидера. Давайте пока по горячим следам. Сейчас вспомним вчерашнюю немножечко игру. Напомню, что Кузбасс вчера одолел Нефтяник со счетом 3-1. А Губерния одолел Локомотив и Зумруд со счетом 3-0. Значит, после матча, что отметили наставники? Денис Матусевич отметил, что проблемы с приемом были. Поэтому были проблемы с передачей. Нильсон, Мочелов начали... Ну, показали хорошую игру. Потом все подтянулись. В общем, неплохо. Задача была в игре, задачу выполнили. Ну, а тренер Нефтяника сказал Владимир Терентьев, что эмоции перехлестывали, потеряли концентрацию. Вот результат. Но будем надеяться, что сегодня Кемеровский Кузбасс ни в коем случае не потеряет концентрацию. Потому как, я думаю, что все прекрасно понимают, да, что соперник на самом деле очень серьезный. Это реально борьба за выход в полуфинал. Вот она. И нужно выигрывать сегодня Кемеровскому Кузбассу, если очень хочется продолжить борьбу уже в финале шести. Будет, конечно, здорово. Мы болеем за наших ребят. Кстати, Владимир Терентьев, главный тренер Нефтяника, сегодня уже после первой своей победы отметил, что наконец-то пришла эта победа. Да, в первой игре как раз Нефтяник с Локомотивом Изумрудом сыграли. И Нефтяник выиграл 3-1. Такая атака Павлова. И Товасиев. Не попадает мяч в потолок. Еще раз Павлов. По линии. И мимо. Пытался по линии сыграть. Пожалуйста, будет видеоповтор. Да, попросим сейчас мы тоже режиссеров трансляции, но с другой камеры. Другой, конечно же, камеры, которая идет по линии. Чтобы нам было площадку, да, посмотреть, попал ли мяч Николая Павлова. Нет, с этой тоже не будет видно. С этой тоже не будет видно. Сейчас режиссер трансляции, конечно же, попытается найти, где получше видно. Ну и, собственно, судьи тоже заняты просмотром игрового эпизода. Вот, собственно, Локомотив Изумруд и Нефтяник сегодня сыграли. И Кузбасс-Губерния в прямом эфире телеканала «Мой город». Завтра, напомню, тоже. Вот, вот с этой камеры будет отлично видеть. Но показывает, что было касание линии. И минус два для Кузбасса. Ну, нельзя такого соперника, как Губерния, конечно, отпускать далеко. А на подаче, тем временем, Николай Павлов. Нужно хорошо работать на приеме и в атаке, соответственно. По связующей, связующий Товасеев. А в атаке Нильсан, Маркус Нильсан, 8-9. Так как Сергей Макаров принимал мяч, пришлось в роли связующего выступить 15-му номеру кемеровчан. И сделал он это очень удачно. И сам же отправился на подачу кемеровского Кузбасса. Заговаривает мяч и нал. Мягкий планер. И Савин прошивает с Михаила Щербакова. Волнительно становится. Да, когда минус два с такой командой. Еще пометуя о матче. Тоже, точнее, не Кузбасс тоже, а Кузбасс может ого-го. Какие проблемы сопернику создать. Поэтому я думаю, что все будет в порядке. Да, и хотелось, чтобы именно Кузбасс их создавал. Нильсан. Отлично. По линии работает Маркус Нильсан. И не справляется с приемом Янута. Смотрим эту великолепную атаку по линии. Пытался здесь, конечно же, сыграть Александр Янутов. Ну и сокращает разрыв фолейболиста Кузбасса. Макаров на подачу. Блок! Михаил Щербаков блоком одиночным. Судя по всему, нет проблем у Михаила. Со здоровьем и слава богу. Еще раз пожелаем всем без травм сражаться на площадке спорткомплекса «Арена». Сергей Макаров продолжает подавать. Закрыл он Гетмана. И вот вновь Гетман. И будет атака у Кузбасса. Мочалов! Будет еще раз атака Нильсан! Пытались. Сейчас оскорить было. Волейболисты Гуверни смотрим повтор. Маркус. Без блока. И впереди уже кемеровчане. 11-10. Созрегнадочен капитан кемеровского Кузбасса Сергей Макаров. Будет атака у Кузбасса. Мартина. Нильсан. По рукам блокирующих. Но здесь Савин. На правой площадке застает Павлов. Смягчает блок. Атака кемеровчан. Галатов. Мочалов. По рукам блокирующих. И мяч на трибунах. 12-10. Великолепный отрезок кемеровского Кузбасса. Сейчас. Видимо тайм-аут будет. Смотрю на пламена. Нет, не подходит он. Но пока нет. Видим, что... Да, нет, да. Нет. Все-таки да. Он попросил кого-то не сам, а кого-то попросил. Может быть, вы нам расскажете тогда, Олег, с каким счетом закончится сегодняшняя игра. Нет, не будем, да? Болею, переживаю, конечно, да. Ну, такой рывок Кузбасс совершил, ну, просто, ну, необходим этот тайм-аут был для губернии. Спокойно, спокойно. Пламен объясняет своим подопечникам, чего он хочет в эти минуты от них добиться. Ну, кстати, губернии, вот, хочется сказать... Немного тут ошибочная... Да, Пламен Константинов, конечно же, на ваших экранах. Да, главный тренер. Главный тренер губернии. Городская губерния. Хотел сказать немного вот о губернии. Судьба-то у них такая непростая в начале чемпионата. Увы, знаю, у них судьба. Пять матчей на выезде, плюс еще кубок. Кочевая жизнь. В Оренбурге, в Кемерове. В Кемерове вообще прописались, по-моему, игроки этой команды. Ну, что поделать. Такова жизнь профессиональных спортсменов. Да, Сергей Макаров. Павлов. На лидера атака и вновь закрывает его. Блок Кемеровского Кузбасса. Здорово. Шикарно действуют кемеровчане. Смотрим повтор. Третий раз закрыт Николая Павлова. Это дорогого стоит. И Сергей Макаров. А мы смотрим еще раз повтор этого шикарного блока Кемеровского Кузбасса. Андреевский. Мартина. Блок Кузбасса работает. Защите. Нильцан. Ну, здесь уже будет атака. Нет, все же, каковали кемеровчане. Мочилов. И ошибся, ошибся здесь Александр Мочилов. Ошибку зафиксировал. Смотрим. Повтор. Да, касание. Ну, очевидное касание сетки у пятого номера Кемеровского Кузбасса. И это как раз на глазах судьи происходило. Денис Гетман будет подавать. Сейчас ставим губернию. Мы видим сейчас и слышим прекрасное шумовое. И ошибается либера Кемеровчан. Это четверг Штипанян. Это четверг Штипанян. Это да. Денис Гетман на подаче в Нижегородской команде. За пределы площадки улетает мяч. Не рассчитал немного силы. 17 номер. Кузбасс по-прежнему впереди. В принципе, довольно комфортное преимущество. Но в такой игре это очень комфортное преимущество. Вы не подумайте ничего. Уважаемые любители волейбола, что мы тут немного... Мы понимаем, что сегодня в соперниках у Кемеровского Кузбасса. Очень прекрасный этап. Подача Мачилова. Андреевский. Павлов. И Руслан Аскеров пытался закрыть. Его рук мяч уходит за пределы площадки. Смотрим повтор. Двойной блок. И Андреевский сам отправляется на подачу своей команды. Макаров. Мельцан. И точно в Савина. От всей души прикладывается Маркут. Ну да, Маркут заметен сегодня уже с первых минут на площадке. Я думаю, что, ну, конечно, запредельно настроена игру у Кемеровского Кузбасса. Это чувствуется. Михаил Щербаков на ваших экранах будет подавать 15-13. Короче, планер. Первым темпом есть тычок. Удачно действует. Смотрим повтор. Атаки первым темпом. Олега Сычева. Матео Маркино. Гугл площадки удачно. Аскеров отправляет команды на второй технический тайм-аут. 16-14. В пользу Кемеровчан. Ну что, хорошее начало матча. Хорошее начало первой партии. Я надеюсь, что Кузбасс продолжит в том же духе. Ну, немного предлагаю поговорить о том, что происходит в других группах. Да, можно, да. Как так, по мгновению палочки, именно сегодняшний день для всех групп и все основные претенденты на высоко финальную часть именно играют сегодня. Ох, наверное, не случайно. В Казани это, извините, в Казани факел Новоуренгой. В группе B это локомотив Новосибирск, Газпром, Юград, Сургутский район. В группе B, это которая в Махачкале у нас, там играет у нас две динамовские команды Москва и Краснодар. Ну и в Кемерово, в прямом эфире телеканала «Мой город». Вы сейчас наблюдаете просто шикарную игру между Кемеровским Кузбассом и Нижегородской губернией. Маркус Мит. И атакует здесь Савин. Будет вновь атака губернии. Макаров, Нильцан. И добивает до пола Маркус Нильцан. И Кузбасс создает преимущество в три мяча. Три мяча ведут кемеровчане. Остается на подаче. Хорошая подача. И эй, сейв зарабатывает Маркус Нильцан. Плюс четыре становится преимущество Кузбасса. В этой встрече. Ничего не смог поделать с этой прекрасной подачей Александр Янтов. Который, кстати, Либера. Да, Либера. И очень его любит здесь. Наш земляк. Команда губерния. 18-14. Кемеровский Кузбасс. Монитор погас. Кемеровский Кузбасс у нас впереди. И это, ну, я думаю, что не может не радовать болельщиков, которые находятся на трибуне спорткомплекса «Арена». Напомню, что продолжается у нас полуфинальный матч. Борьба лидеров. Борьба лидеров нашей группы Кузбасс. И губерния. Видим мы замена. Да, тайм-аут взял сейчас тренерский штаб губернии. Конечно же, нужно вносить коррективы в пламену Константинову. Требует болельщик эйса от третьего номера кемеровчан. Алексей Налобин на площадке появился у Кузбасса. Ставин. Ройной блок смягчает, но не достает немного Александр Мочилов. Вместо Сергея Макарова выходил на площадку на Лобин. На усиление, для усиления блока. И обратная замена, соответственно. И вот усиление подачи происходит в губернии Воронков. Те, кто следил за играми Кемеровского клуба и губернии, конечно, знают, для чего это происходит. Естественно, для того, чтобы усилить подачу и вполне... Хороший прием. Ожидаемая замена. И будет атака кемеровчан. Аскеров рукам блокирующих и за пределы площадки уходит мяч. Плюс четыре. Сохраняет преимущество кемеровчане. И обратная замена, соответственно, сразу же происходит. Руслан Аскеров на подачу у Кузбасса. Мягкая лайнерная подача. Палав. И не удается на этот раз успеть закрыть. Мочилов признает себя виновным в этом эпизоде, показывая, что я не успел немного доработать в этом эпизоде. И сам же Николай Павлов, герой последнего эпизода, на подаче. Сетка в помощь кемеровчанам. Мочилов, но... Мягчает блок. Савин в атаке. Тройной блок. Мягко перебрасывает мяч Сергей Савин. Пытался там Аскеров этот мяч поднять, побороться, но не получилось. Тайм-аут берут волейболисты кемеровского Кузбасса. Ну что, развязка партии... Развязка партии близка. 19-17. Сейчас начнется самое-самое интересное. Хотя обвинить, наверное, кого-то в том, что с первых розыгрышей, да, было... Да интересно было уже с самого первого розыгрыша. И на самом деле здорово команды начали. Ну, правда. Да, действительно. Хорошая игра, хорошая игра. Думаю, что очень многие ждали ее болельщики с нетерпением. Да и сами волейболисты особенно настраивались. Смотрите, какая упорная борьба идет. Только что плюс 4 было, уже плюс 2. Подача Павлова. Вот так вот, кемеровчан, мочилов. И смотрите, как Янутов играет. Удачно в атаке. И ошибается здесь Сергей Савин. Не разобрался он явно в эпизоде. Все было в руках Нижегородской команды. Да, винить сейчас себя. Восьмой номер. Вот видите сейчас на картинке это как он... И Налтова сейф на подаче. Савин. Савин. Вновь не получается у него. Мочилов. Атака. Мочилов по рукам блокирующих. И вновь плюс 4. Приближается. Концовка первой партии. И удачно. Вновь играет кемеровчан в атаке. И смотрим повтор. Без шансов для Александра Янутова пробивает Маркус Нильсон. I know. Товасиев создает проблемы сопернику своей подачей. Да, вновь Товасиев на подаче. Савин. Савин. Сейчас отыгрался от блока. Сохраняется комфортное преимущество в концовке первой партии у кемеровчан. Сергей Савин будет подавать. Готовится к приему кемеровчане. И эйс. Эйс показывает. Судья на вышке. Фиксируя эйс Сергея Савина. Готовится восьмой номер. Повторение своего седевра. Ну, конечно же, не хотелось. Это полейщикам кемеровского кузбасса не получилось. Атаки у кемеровчан. Мартина. И закрывает его. Сергей Макаров. Сергей Макаров блоком закрывает. Смотрим, какие эмоции сейчас у Макарова и Мартина. К сожалению. Не показывает это, но... Подольше бы нам повторить. Вот тут видно сейчас, как Сергей Макаров эмоционально... Ну, это понятно. 23-19, конечно же. Но Мартина не отошел. Он сейчас подзывает, конечно же, капитанов команды. Нужно немного эмоций свои поберечь игрокам. Да, накал сегодня просто запредельный. Сергей Макаров. Ну, естественно, рейс подплакады поднялись в фан-сектор. Рейс требует от капитана болельщики. Ставин. Павлов. Павлов в атаке, Мочилов. И будет атака у кемеровского кузбасса. Мельсан. Руком блокирующих. И на площадку соперника опускается мяч. После мягкой скидки. Смотрим. Атаку Маркуса Нинстона. Понимал, что сильно не получится уже произвести. И сетбол зарабатывают кемеровчане в первой партии. Ну что, мяч в руках Сергея Макарова. И судьба первой партии тоже, можно сказать, в его руках. Какой нерв. И Мартина. Да, выбил Сергей Макаров, видимо, его. Из равновесия. И ставит точку блок кемеровского кузбасса. Михаил Щербаков, судя по всему, набрал очки на блоки. И вот сейчас мы на повторе посмотрим. Дройной блок. Да, здорово. Михаил Щербаков. Пустую зону. Здорово видеть нашего центрального блокирующего в добром здраве. И смотрим, куда приземляется мяч. Пустая зона. Ну да, тут на самом деле вариантов не так много. Ну что, обещали мы поговорить о том, что происходит в других группах по вчерашним матчам. Понятно, что сейчас еще играют, вчера в Казани, «Зенит». Ну, наверное, без сенсации. По-моему, неожидаемо обыграл строитель. Без шансов. Факел одолел Прикамья со счетом 3-1. Далее в Новосибирске тоже локомотив. «Динамо» из Ленинградской области не оставил шансов. 3-0. «Газпром Югра» обыграла Грозный со счетом 3-0. Я сейчас буду очень часто повторять 3-0. Потому что в Махачкале, да, Динамо Масла с клубом Махачкала сыграл со счетом 3-0. И вы, может быть, сейчас ничего неожиданного вновь не скажу. «Динамо» Краснодар одолел Енисей также со счетом 3-0. Вот такие итоги. Ну, в принципе, я думаю, что пока сенсации не произошло. Все лидеры, получается, да, своих ожидаемых побед. Результатов добились, поэтому можно сказать, что все в полном порядке. Ну, а сейчас, как Олег сегодня неоднократно напоминал, во всех группах действительно играют лидеры. Сегодня настоящая борьба, настоящие бои волейбольные на площадках четырех городов. Можно даже предположить, что именно кто сегодня победит во всех этих четырех встречах, тот и выйдет в финальную часть. А, я думала, вы можете уже сказать. Нет, что вы. Такое предсказать невозможно. Иначе бы неинтересен был настолько волейбол-любителям этого прекрасного вида спорта. Готовятся команды. По второй партии. Удачно она прошла для Кемеровчана, особенно концовка. Удалось Сергею Макарову на эмоции вытянуть Матео Мартино. Это несложно. Все-таки человек с Сицилией, то есть он очень горячий парень, южный. И после подачи Сергея Макарова. Но Сергей Макаров хоть и не из Сицилии, тоже очень горячий. И на эмоции не скупится наш капитан. Заводит команду и ведет ее в бой. Но, собственно, поэтому и капитан. Ну, не только поэтому. Конечно, титулы. И вообще, конечно, прекрасный игрок. Второй номер Кемеровского Кузбасса. И вот, готовятся уже команды ко второй партии. Видимо, что стартовый состав на площадке. И у одной, и у другой команды. Да, без изменений. Сейчас еще посмотрим на волейболистов губернии. А нет, есть изменения в составе губернии. Или Поворонков появился на площадке у нижегородцев. А сейчас мы посмотрим вместо кого. Произвел эту замену Пламин Константинов. Вы удивитесь, уважаемые любители волейбола. Вместо Николая Павлова на площадке появился Филипп Воронков. Вот так вот, три раза великолепно сыграл блок против главной ударной силы нижегородцев. И не понравилось это Пламину Константину. И отправил он его на скамейку для запасных. Все, смотрим за встречей. И дальше первый темп Щербаков. Без шансов. Сергей Макаров все будет нападать. А мы смотрим повтор. Удачные атаки Матео Щербакова. Удается Матео Мартино до того, как собрался блок Кемерского Кузбасса нанести прицельный удар в площадку. Вот видим, блок еще Кузбасса забирался, а Мартино уже пробил по мячу. Ленис Детман. Скеров, Макаров, Щербаков. Мягкая скидка и очень удачно. Пустую зону скинул месть 12 номер Кемеровчан. Мягкая и результативная. И это оказалось очень удачно. Смотрим повтор. Грамотно, зрячее. Действует два набранных балла во второй партии у Кузбасса. И оба на счету 12 номера. Ну и подавать у нас будет Александр Мичелов. Для игровщика Кемеровского Кузбасса. Чемпион России в составе Казанского с Зенитом. Минусами в сезоне пополнил он ряды Кемеровчан. Очень точечное усиление было у Кузбасса. Закрывает Мартино. Там будет очередная атака. И вновь тройной блок. Мечает. И Кузбасс будет также в атаке. Марко. Маркус. Нильсон. Без шансов. Для Филиппа Воронкова. 3-1 становится счет. Недовольны чем-то явно волейболисты губернии. Высказывают друг другу претензии. Ламент Константинов. Наверное, счетом. Ну, конечно. И Пламент Константинов, прикрывшись к планшетам от главного тренера Кемеровчан, давал какие-то указания своим подопечным. Мочилов. Удалось здесь сейчас удачно в атаке действовать волейболистам губернии. Смотрим повтор. Сычок был. Андреевский теперь приходит на подачу. Нижегородцев. Степанян. Он просто сделал то, что должен был сделать. И вот результат. Михаил Щербаков на подачу от Кузбасса. И Маркус Нильсон один в один закрывает Филиппа Воронкова. Да, что творится в губернии пока непонятно. А что творится на трибунах спортивного комплекса «Арена». Просто экстаз какой-то у волейщиков. Огромное удовольствие получает зрители на трибунах. Все, кто находится на трибунах, я думаю, что команде тоже дарят эти эмоции. И у кранов телевизоров, которых... Зажжена кнопочка телеканала «Мой город» 6-2. Набрал, набрал ход Кемерский Кузбасса. Да, да, видно, что... Совершенно непонятно. Они даже не пошли, они побежали вперед. Ну, что творится в губернии. Да, Пламен Константинов, все что-то... Не понимают, что происходит, но у нас все хорошо. Михаил Шербаков, да, продолжает подавать. Первый темп закрывает Масичева. Финал Довасиев. Разошлись наши ребята, здорово. Ну, вот действительно... Смотрим повтор. Да, Довасиев. На пару с Аскеровым. Остановили этот мяч, а вот Михаил Шербаков уже становится проблемой. Для Нижегородской губернии. Как на подаче, так и в атаке, и на блоке. Отправить команды на технический перерыв. Посмотрим, произойдет ли это. Закрывает. Мартина закрывает. И первый технический тайм-аут. Великолепный. И Пламен Константинов. Смотрите, вообще просто нет эмоций. Вы сейчас все сами видели. А мы смотрим пока повтор атаки Мартина. Ну, хочется, кстати, отметить, что в прошлом матче с губернией, как раз, по-моему, в рамках чемпионата, и Пламен Константинов-то красную карточку заработал себе. Ну да, в четвертой партии, в рамках чемпионата. В чемпионате России это была первая игра, стартовая для Кузбасса на домашней площадке. И вот в четвертой партии как раз-то очень... Эмоциональный Пламен Константинов очень сильно... Да, завелся. Да, выражался эмоции. Но видим, что, да, не понимают, по-моему, игроки губернии, что вообще происходит. Вот немного завелся сейчас наставник губернии и, может быть, как-то своими эмоциями добавит. Что до этого просто непонятны были его просто безэмоциональные взгляды на свою команду. Не-не-не, Самокусеевичу тоже есть над чем подумать. Не замануха ли это со стороны губернии? Ну, смотрим дальше. Подача Щербакова. Месычев в этот раз удачно действует первым темпом. Успевает. Мартина будет подавать. И не попадает. В пределы площадки 15 номер. Межгородцы. И плюс 6 для Кузбасса сохраняется. Маркус Нильтон. Вот он. Групным планом специалистский нападающий низогородской команды. Ну и... Светский диагональный сейчас. Менее, конечно, крупным планом, но в центре внимания. Маркус Нильтон на подачу у Кузбасса. Мощно. Лоиоса Хачатурра Степаняна отлично сыграет в защите против... Аскеров. И показывает, что Пола, пожалуй, коснулся мяч уже. Смотрим повтор. На тройной блок попался здесь Руслан Аскеров. И да, очко зарабатывают. Малиболисты в губернии. Ну а в губернии подавать будет Олег Сычев. И за пределы площадки. Плюс шесть. Кузбасс уверенно впереди. Руслан Аскеров. Пока еще в тени. Сегодня почему-то Руслан Аскеров. Но я бы не сказала, что совсем в тени. По сравнению с тем, как вчера играл тринадцатый номер Кемеровского кузбасса, я это именно имею в виду. Пять действий становится счет. На подаче Филиппа Ранков. Замена в составе Нижегородской губернии. Вместо Андреевского на площадке появился Максим Чульгин. И Филипп Ранков. Готовится к подаче. Третий мяч подряд на подаче. И могут волейболисты губернии попасть в площадку. Ну, совсем что-то разладилась у них игра. Видимо, настроение не такое боевое, как может быть им этого хотелось. Сейчас капитан подсказал, что капитан этому номеру Кузбасса. Посмотрим. Видимо, в какую зону нужно сделать передачу. Будет атака Кемеровчан. Нильцан по рукам блокирующих и за пределы площадки. Мягко приземляется. Плюс семь. Такого комфортного преимущества в матче с губернией сегодняшней встречи еще не было. А мы смотрим повтор. Атаки Маркуса Нильцана. И наутовасеев на наших экранах будет он продолжать подавать. Янутова. Атака Воронкова. Немного здесь на противоходе. Сам себя поймал сейчас Маркус Нильсон. Спокойно он мог поднимать этот мяч в защите. Смотрим повтор. Атака Воронкова. Немного не хватило Маркусу Нильсону. Сергей Савин на ваших экранах. Началов. Поднимут мяч волейболисты губернии. Но без атаки. Атака у Кузбасса. Аскера. Пайп. Шикарный пайп в исполнении тринадцатого номера Кузбасса. Ну вот и набирает. Да. Только вы сказали о том, что недостаточно заметен Руслан на площадке. Сегодня по сравнению с вчерашним матчем. Пожалуйста. Пайп в исполнении. И Сергей Макаров будет подавать. У нас небольшая сейчас заминка там. Небольшое мокрое пятно организовалось на площадке. И быстро ребята его удалили. Обслуживающие эту встречу. Сергей Макаров. Янутов. Первый темп. Закрывает блок Кемерского Кузбасса его. Мартина. Поднимает мяч в защите. Макаров. Нильсон. Нет, точно по центру площадки. Шикарный просто удар. Неожиданный главное такой. На повторе сейчас посмотрим. Здорово действовали игроки Кузбасса. Ну и естественно тайм-аут. Ну и блок не успел собраться соответственно. Да, тайм-аут берет пламен Константинов. Что может сделать наставник губернии в этой ситуации? Ну сейчас можно основных игроков просто посадить на скамейку запасных. Для того, чтобы они немного отдохнули и собрались именно на третью партию. Потому что у нас сейчас во второй партии, пожалуй, тяжело уже будет что-то изменить по ходу этой партии, удачно складывающей для Кузбасса. Но он постарается как-то, видимо, дать основным игрокам отдых. Волна прокатывается по трибуну спортивного комплекса «Арена». Ну такая волнушечка. А нет, вот тут сейчас. Вот, вот это волна. К сожалению, вы не видели этого сейчас. Вы видите капитана Кемерского Кузбасса. Поэтому приходите в спортивный комплекс «Арена» и поучаствуйте в волне, поучаствуйте во всем вот этом празднике волейбольном, то, что происходит. Сергей Макаров у нас подавал и нет атаки. А у Кузбасса она будет. Мочелов. Мочелов. Неудачно сейчас сыграл Сергей Макаров. Ну, соответственно, Денис Гетман в пустую зону отправляет. Седьмой мяч своей команды во второй партии. Смотрим повтор. Пытались, да, сейчас поднять этот мяч в защите волейболиста Кузбасса. Ну и, соответственно, нужно было немного привести на движущий вид площадку. Щербаков первым темпом поднимает мяч в защите. Воронков. И не попадает в площадку. Пытался по рукам блокирующим сыграть одиннадцатый номер. Напомним, что появился Филипп Воронков на площадке вместо Николая Павлова, которого отправили перевезти дух на скамейку. Да, неудачно он действовал в первой партии. Три раза его в блоке Миропчан закрыл. Александр Мочелов тем временем готовится отправить команды на второй технический тайм-аут. Не будет атаки. Не будет атаки, да. А вот Кузбасс организует. Нильцан, да, я оказался прав, именно это и сделал Александр Мочелов. А Маркус Нильцан просто довершил. 16-7, второй технический тайм-аут. Смотри, повтор. Прекрасное, по-моему, комфортнейшее преимущество Кемеровского Кузбасса. Не может кто-то... Да, можно, конечно, уже расслабиться, но не сильно. Нельзя. Не сильно. Можно, но не сильно. Ни в коем случае, потому как губерния, мне кажется, такой соперник, который может вот эту самую слабину почувствовать. Во второй партии непонятно, что происходит. Да, по-моему, совсем разладилась игра в губернии. Может быть, вот те самые долгие, долгое отсутствие дома, да, вот, оно может быть... Зиганский кочевой... Образ жизни. Образ жизни, да, видимо, это способствовал. Ну да, тяжело, конечно же, вдали от дома. Конечно, тем более, когда у одной, у команды соперника такая мощная поддержка. Да, такие, как болельщики Кузбасса, нужно еще поискать болельщиков в России. Зачем искать? Вот же они здесь. Возвращаются команды на площадку. У нас только что завершился второй технический тайм-аут во встрече между Кемеровским Кузбассом и Нижегородской губернией. 1-0 впереди. Кемеровчане после первой партии. И Александр Мочилов на подаче во второй партии при счете 16-7. Ошибается при передаче. Вторая передача оказалась ошибочной. И уже 17-7. Ну, непонятно, конечно. Через десяток. 7-7. Через десяток, так в детстве говорили. Что происходит с губернией? Ну, не идет игра. Бывает, наверное, нигде. Да, смотрю сейчас на Николая Павлова. Просто без слез и смотреть на него тяжело. Лидер не только Нижегородской губернии, но и сборной России, напомню, Николай Павлов. Мочилов продолжает подавать. И блок великолепен у Кемеровского Кузбасса. Шикарно действует Кузбасс во второй партии. Не оставляя никаких шансов сопернику. Понятно, конечно же, мы все хотим победы Кузбассу, но и борьбы тоже хотелось бы увидеть, чтобы это в борьбе было. Чтобы потом после игры можно было сказать, что это был волейбольный триллер, настоящий, ну и что-нибудь такое. Гораздо, когда команды бьются, чем просто какое-то... Ну, это избиение, просто избиение младенцев. Даже если сейчас мяч бы достал игрок, то есть третье касание совершил, то второй пас снова был ошибкой. Снова ошибаются при второй передаче волейболиста губернии. Шульгин снова отправляется на скамейку для запасных. Андреевский основной игрок стартового состава появляется. Основной связующий. Александр Мочилов тем временем продолжает подавать у нас. Вторая партия продолжается, поднимает этот мяч. Хитровский сыграл сейчас Михаил Щербаков. Воронков и закрывает Михаил Щербаков Филиппа Воронкова. Разгром устраивая пока. Ну да, по-другому не назвать. 27. Счет на самом деле разгромный. Игроки губернии мы видим, ну ничего не могут сделать с Кузбасом, который набрал ход. Да, просто. Просто не остановить кемеровчан. Пусть так и будет. Танк какой-то идет сейчас. Александр Мочилов у нас продолжает подавать. Мартина. Пытается Макаров достать. Смотрите. Счет какой. Как борется за мяч. Кузбасса. Капитан Кузбасса. Ну надо должное капитану нашему отдать. Бросился практически на колени. Обязательно поаплодирует. Да, награждают. И идет пожать руку. Вот сейчас. Ну да, вот как раз от трибун отходит. Там сидят зрители. Пожал руку, чтобы убедился, что все в порядке. Вот такой у нас галантный капитан. Уважаемые болельщики, вы обратите на счет. И как борется капитан Кузбасса, который все и всем уже давно доказал. 21-8 тем временем становится у нас счет. Смотрим повтор этой атаки Руслана Аскерова. Взамен в составе Кемеровского Кузбасса Сергей Бурцев появляется на площадке. На подачу, на усиление. На подачу. Сергей Бурцев. 21-8. Крови требуют прям болельщики на трибунах от подачи Сергея Бурцева. Ну, Эйса я просто переведу сейчас, конечно, слова Олега. Смотрите, какая мощная подача у него. Блок. Не работает даже пайп. В губернии кто творится с командой? Смотрю на тренер-пештаб, пока вы смотрите повтор. Кроме слез ничего нельзя увидеть. Нет, ну, насчет слез, конечно, Олег преувеличивает. Но задача, на задачу, так, пламя Константинов и скамейка тоже с игроками, вот в квадрате, в котором они стоят. У нас Сергей Бурцев продолжает просто выбивать соперника из ритма игры, который уже выбит давно, по-моему, с самого начала второй партии. Да, здесь я думаю, что 2-0 уже можно смело говорить. Да, конечно, 2-0 тут, да. Никаких сомнений быть не может, 23-8, ну, совсем, совсем не идет игра у губерния. А Сергей Бурцев у нас в составе Кульбаса будет продолжать подавать. Сильная сторона. Да. Тщательно готовится 19-й номер Кемеровчан. И попадает точно в сетку. Видимо, не хочет Сергей Бурцев, чтобы из десятки не вышли волейболисты губернии. Это будет уж слишком некрасиво для нижегородской команды. Мател Мартино. Вот они, заветные 10 набранных баллов в исполнении губернии. И не попадает в пределы. Площадки Матео. Ну, уже 24-10. Да, сетбол. Сетбол. Пытается Кузбасс произвести замену. Пока не разрешает это сделать. Судья на вышке. И будет видеопросмотр. Посчитал, да, что в площадку попал Матео Мартино. И взял видеопросмотр. Маркус Нильзин будет подавать. Вместо Сергея Макарова Алексей Налобин на площадке появился. На усиление блока, конечно же. И вот он. В работе был блок. Но не успел полностью свести руки Руслан Аскера. Смотрим повтор. И обратная замена. Сетбол на подаче соперника. Олег Сычев. Мягкий планер. Нильзин. Нильзин. И блок закрывает Сергей Савин. Демонстрирует, что он все слышал. А судья на вышке просит эмоции Сергею Савину попридержать. Очень эмоционально он это демонстрировал против Маркуса Нильзина. Но понял все Маркус Нильзин, но улыбнулся в ответ. Не стал, как Матео Мартино, противостоять нашему капитану. Аскеров. И 2-0. Становится счет. 25-12. Очень уверенная и комфортная победа. Команды Кузбасс во второй партии. Ну а партнерами сегодняшней трансляции являются автодехцентр Хоккайдо, Газпромбанк и компания Автоэс. Официальный дилер Шкода в Кемерове. Ну что, видим мы вот направляются как раз сейчас к тому месту, где мы находимся в зале игроки губернии. Ну видно, что настроение на нуле, так скажем. Да, как говорится, очень-очень низкое у них сейчас настроение. Ну я думаю, что на то они профессиональные спортсмены, для того, чтобы в сложной ситуации возможно собраться. И не взять борьбу. Это пока что игра уже совсем очень-очень скоро. Ну а хочу напомнить, что завтра мы с вами вновь услышимся, увидимся в эфире телеканала «Мой город», потому что на этом полуфинальный этап не заканчивается завтра. Ну развязка наступит сегодня, да, но завтра нужно будет закрепить, так скажем. Да, просто закрепить, просто не расслабиться окончательно, потому что очень часто в игровых видах спорта вот такие расслабления, после того, как ты, казалось бы, обыграл основного твоего конкурента, потом встречался с более слабой командой, которую ты до этого обыгрывал все время с закрытыми глазами, там 5-0, 10-0, да? Вот. В игровых видах спорта это часто случается, что ты проигрываешь этому слабому сопернику. И тогда уже, соответственно... Ну да, когда на один матч запредельная концентрация, а на другой, может быть так, что, ну, расслабились, вроде бы как не может быть особых проблем. Я думаю, что у Кузбасса с настроем проблем завтра точно не будет. Локомотив изумруд из Екатеринбурга будет противостоять нашей команде. И хочу отметить, что пока ни одного матча в рамках полуфинального... Ну да, если... Капа, да, Локомотив изумруд не выиграла. Ну, а если вдруг Кузбасс решит все-таки передохнуть, то болельщики в арене сумеют взбодрить своих любимцев и погнать вперед, конечно же. Умеют болельщики Кемерского Кузбасса это делать очень отлично. Самые красивые моменты второй партии на наших экранах. Спасибо режиссерам трансляции и команде ПТС, которая работает весь сезон. Не только на Коптину и на чемпионате России. Да и, в общем-то, не только в волейболе. Да. Разные виды спорта. Все самые главные и значимые события нашего региона, то есть не только города Кемерово, а именно региона Кемеровской области, телеканал «Мой город» всегда и с удовольствием для вас, уважаемые болельщики, показывает в прямом эфире. Так что смотрите и наслаждайтесь. Ну, мы будем наслаждаться третьей партией. Как говорится, у нас все готово к началу третьей партии. Самое главное, Сергей Макаров готов. Сейчас все, студейская бригада. Расстроен Николай Павлов, конечно же. Видим мы, что на площадке. Да, он рядом с нами сейчас находится. Да, стартовый состав сейчас на площадке у губернии, кроме Николая Павлова, вместо которого появился Максим Шпилев. Он 16-й. У Кемеровчан. На площадке также стартовый состав. И вот именно Шпилев заменивший. Ну, видимо, конечно, что очень радуются этому первому заработанному очку игроки на Нижегородской губернии. И Сергей Андреевский будет подавать. Свяжущие команды губерния. Давно не вели по ходу партии волейболисты губернии. И за пределы площадки уходит мяч после атаки Сергея Савина. Прошу прощения, конечно же, после блока Сергея Савина. И атаки Александра Мочилова. И сам же на подаче пятый номер Кемеровчан. Хорошая силовая подача. И будет атака у Кемеровчан. Нильцан точно в угол площадки. 2-1 впереди Кузбасс. Смотрим повтор. Атаки третьего номера. У губернии, конечно, ситуация или пропал, как говорится. Все силы сейчас нужно бросать пламя на Константину. Сейчас будут, видимо, да, брошены все силы на то, чтобы ситуацию исправить. Но у нас Александр Мочилов на подаче. Продолжает. Готовится явно Николай Павлов еще сегодня выступить в игре. Будет атака вновь у Кемеровчан. Хачатур Степанян на Аскерова. По рукам блокирующих и в пустую зону. 3-1. Руслан Аскеров. Передача Хачатура Степаняна. Смотрим повтор. Тройной блок прошивает. Руслан Аскеров. Кузбасс Кемерова. Продолжает Александр Мочилов подавать в составе Кемеровского кузбасса. Для любителей статистики напомню о том, что первая встреча сегодняшнего дня в Кемерово. Ошибается, к сожалению. Между Оренбургским, Нефтяником и Локомотивом Изумрудом из Екатеринбурга завершилась уверенной победой. Нефтяника со счетом 3-1. Сычаг на подаче. Акаров, Нильсан. Мягкий сброс через руки блокирующих. И точно в центр площадки. 4-2. Смотрим повтор. По рукам блокирующих. Михаил Щербаков готовится. Помню, какую серию прекрасную подачу он выдал нам в этом матче. Мартина. Мартина. Не оставил шансов Кемеровскому клубу. Но губерний будет подавать Олег Сычок. Ну что так, по-спортивному завелись гости, для которых, ну, воля у календаря, так скажем, Кемерово так. Родной город. Да, родным городом стал на какое-то время. И показывает, что не попал в площадку Маркус Нильсон. Попросим сейчас, если есть такая возможность нам показать. Смотрим повтор. Да, есть такая возможность. Это не повтор, а вот это уже повтор. Не успели, потому что у нас игра уже продолжилась. Твасиев пытался пробить. Аскеров, ни в какой сложнейшей ситуации. За антенной находился уже 13 номер. И шанс, что можно пробить точно, смотрим повтор, были просто минимальны. Но использовал этот шанс Руслан Аскеров и принес очередное набранное очко кемерской команде. Немного сейчас заигрался, конечно, за Руслан Аскеров. Что не он на подачи должен быть. Маркус Нильсон подает. Нильсон. Сетка в помощь губернии. И атака. И не считают это. Наступил сейчас, показывает на линию Сергей Савин. Смотрим повтор. Отсюда, конечно же, мы ничего не увидим с вами. Заступ. Да, фиксирует сразу. Второй судья четко зафиксировал этот момент эпизод сразу с заступом. Маркус Нильсон. Остается нападать. Третий номер. Третий номер подавать наш легионер. Вновь сетка в помощь волейболистам губернии. Шпилев и закрывает его блоком. Ну что творит сегодня блок кемеровского кузбасса. И, конечно, у губернии, ну, не наладилась, не наладилась игра пока. Тройной блок. Это очень сложно собрать в один игровой момент сразу трех игроков в одной точке. Тройной блок сегодня у кузбасса очень частый элемент. Очень частый. Часы работают, хочется отметить. Блестящий просто. Маркус Нильсон тем временем продолжает подавать. Если вы любитель волейбола, то вы, конечно же, знаете, что в основном только двойной блок. Адринаут Васильев, переходящий мяч, отправил команду на первый технический перерыв, пока мы тут рассуждали о всех перефекиях волейбола, которые бывают в сущности. И блестяще сыграл 15 номер кемеровского кузбасса. Переходящий мяч великолепно просто выстрелил площадку губернии. Смотрим сейчас за тренерским стабом губернии. Губернии недоволен явным сломен Константинов. Выговорит это он своим подопечным. И совершенно другая и комфортная обстановка у кемеровского кузбасса. Тренерский штаб просто работает, подсказывает своим подопечным какие-то мелкие нюансы. Но все пока работает, как Татьяна Вырезовна, как часы кузбасса. Все четко и точно и правильно. 2-0 по ходу партии у нас. 8-4 в третий. И на подаче советский легионер. И вновь сетка в помощь, но на этот раз слишком уж в помощь. Прямо в сетку. Маттео Мартино готовится на губернию подачи. Сосредоточен. Поднимает мяч на защите волейболиста губернии. Пайп от Савина точно пошел на пользу явно. Первый технический тайм-аут в команде губернии. О чем-то здесь спорит Пламин Константинов с болельщиками Кемеровского кузбасса. Нам, к сожалению, не видно этот момент. Попросим режиссера в трансляции показать. Да, вот Пламин Константинов подошел. Николай Павлов просит просто отойти от главного фан-сектора Кемеровского кузбасса. Конечно же, спорить с ними незачем. Тренеру команды зачем обращать внимание на болельщиков? Понятно, что они поддерживают свою любимую команду. Поддерживают очень активно, громко. Игра продолжается. Маттео Мартино на подачи ошибается. Не попадает в контуры площадки. Пятнадцатый номер. Игра у нас продолжается. Руслан Аскеров. Теперь именно он должен подавать. Двое место занимает в крае площадки Шпилев, Андреевский. И Шпилев в атаке. Перебрасывает через блок. Будет атака у кузбасса. Мочилов. Мягчает блок. И Савин не попадает. Не попадает. Не успел четко подготовиться Сергей Савин. Смотрим повтор. Маркус Нильсон как великолепно. Увернулся. Как зрячий все. Он же мог принимать спокойно медь. Но видел, что он летит за пределы площадки. И Руслан Аскеров. Который терроризировал в своей подаче вчера нефтяник. Мартино. Сегодня решил продолжить это и на губернии. И блок Мочилова. Ну, конечно. Ну, тяжело, конечно, Андреевскому переиграть более высокого. Смотрим повтор. Андреевский связующий. И Мочилов спокойно. Даже без особого прыжка. Мягко отпрыгнул от паркета. 11-6. Кузбасс впереди. 2-0 по партиям. Руслан Аскеров у нас продолжает подавать. Напомню, это полуфинал Кубка России. Да, именно в этом матче определяется, кто же выйдет в финал из группы «Г», которая расположена в Кемерово. Смотрим повтор. Удачные атаки Нижегородской команды. Шпилев. Слава, был в центре внимания наших режиссеров. Пытается второй судья, вот сейчас мы видим, чтобы не так сильно допекали тренерский штаб и игроков запасных Нижегородской команды. Но судья на вышке дает свисток, призывая к продолжению встречи. Шпилев на подаче. Галатов. Макаров. И Мочилов. 12-7. Вновь комфортное преимущество создают все кемеровчане. И это уже третья партия. 2-0 пока впереди Кузбасс. Вновь серьезное комфортное преимущество создают себе волейболисты кемеровской команды. Бойн Алтаваси сейчас будет подавать. Почему такая реакция? Потому что может создать он проблему и создавал уже сопернику своей подачи. И не только подачи. И заметен сегодня наш центральный блокирующий на площадке. Да, у него планерная подача. И на этот раз Андреевский, связующий губернии, обманул все же центрального блокирующего кемеровчан. И Денис Герцин приходит на подачу к Лавин Константинову. Был крупным планом. И попадает в сетку Денис. Совсем ничего не клеится. У него из загородской команды прекрасно это понимает и тренер. Ну да, видим, что расстроено. Да, эмоций нет. Что тут можно сказать? Он пытался как мокрый, менял и в составе игроков. Да, вот Сергей Макаров на ваших экранах. Его подача. Кузбасс впереди. Будет атака. Мартина будет атаковать. Поднимают. Справляются защитники мировчане. Еще одна атака. И сейчас атака Кузбасса уже будет. Степаняна Мочилова и Янутов не справляются в защите. 14-8. Нет, 13-8 все-таки счет. Плюс 5 у Кузбасса. И расстроенный пламен Константина. Все чаще и чаще попадает в кадры. В объективе нашей видеокамеры. Да, 14-8 все-таки должен быть счет. И на это указывает Сергей Макаров. Я тоже засомневался почему-то. Вот 0-0 стало вообще. Ну я думаю, что технически сейчас все будет. Неудачно на приеме. Сычок тем временем. Да, 14-9. Заработал еще одно очко для своей команды. 14-9 у нас становится счет. И Андреевский на подаче в губернию. Перепаривающий с силой удара. Четвертый номер. Спокойно. Кемеровчане какие-то наставления дает капитан Александр Мочилов, который сейчас пойдет на подачу. Кстати, вот я заметила, Сергей Макаров так перед подачей настраивает. Да, он и настраивает. И, конечно же, говорит, какую зону именно нужно сделать передачу ему. Подачу, вернее. Мартина. И не попадает. Матео Мартина. Тармотехнический перерыв. Смотрим повтор. Мартина зависает в воздухе. И пробивает дальше края площадки. 16-9. Команды уходят на второй технический тайм-аут. Согласитесь, Татьяна, не такой игры мы сегодня ожидали. Да. Как-то очень легко все дается культбасту. На самом деле, готовились, помятую о том, какой праздник подарили игроки. Какую борьбу продемонстрировали в первом матче чемпионата России. Да. Как раз там пятисетовый поединок был. Пять партий было тогда. Было очень здорово, было интересно. Конечно, губерния ушла вперед, потом Кузбасс догнал, собрались и... И выиграли в итоге. ...одержали победу, да. Но сейчас вот так, если еще в первой партии борьба была, то здесь вторая, третья, пока... В одну калитку, как говорится. Ну да. Играют. Без шансов для нижегородской команды. Александр Мочелов, кровным планом, возвращается команда уже на площадку и готовы продолжить встречу в третьей партии. Не удается перебить на площадку соперника мяч пятому номеру Кузбасса. 16-10. Сергей Савин. Очень мощная подача. Аскеров. И по линии попадает Руслан. 17-10. Щетка, щетки же, судьи на вышке. А мы смотрим повтор атаки Руслана Аскерова по линии. Ну да, здесь... И к тому же ногу задело. Если вдруг не успели... Да, игрока обороны. Благодаря повтору можно этот момент проследить. Михаил Щербаков. Смягчает блок. И будет атака у Кемеровчан. Аскеров. Поднимает мяч вновь кемеровчане. Нильсан. И не удалось сохранить мяч в игре. Матео Мартино. Устремился он на сторону Кемеровского Кузбасса. Но вернуть мяч, к сожалению, ему для своих партнеров не удалось. Тайм-аут тем временем у нас. Пытается что-то уже, можно, наверное, заранее сказать, уже в проигранном матче. Пламен Константинов изменить. Ну да, здесь, конечно... Внести коррективы. Уже слишком большой разрыв. Очень комфортный. Да, и Кемеровский Кузбасс. Не сможет разбазарить такое преимущество, конечно же, будет сконцентрирован до конца подопечный Денисом Атусевича. И не только сохранят это преимущество, но, надеемся, и увеличат его. А что касается завтрашнего дня, нефтяник будет встречаться с губернией, а Кузбасс луком оселом изумрудом. Но об этом чуть позже Матео Мартино. Не смог переиграть в очередной раз блок кемеровчан. И смотрим повтор. На площадке соперника приземляется мяч. И вновь тайм-аут губернии. Ничего не понимает Фламин Константинов, что происходит с его подопечным. Вроде он и доносит понятно и корректно на русском. Кстати, хочется отметить, что губерния-то вчера провела меньше по продолжительности поединок. Да, и играла раньше. Они играли раньше. Времени на отдых было больше. Да, времени больше восстановиться. 3-0 они выиграли, то есть без особых проблем. Кузбасс сыграл позже и 4 партии в борьбе с нефтяником. Ну вот почему-то такая ситуация. И как мы видели даже... Думаю, что разбираться в этой ситуации будет, естественно, тренерский штук. Если вы обратите за Михаилом Щербакова, находятся игроки Риндурского нефтяника. А вот, например, губерния вчера после матча своего сразу поехала отдыхать. То есть очень планомерно и тщательно готовились. Как борются за мяч волейболисты Кемеровского Кузбасса. Да, без атаки отдают, но тем не менее. Так вот, я продолжу. То есть очень тщательно готовились волейболисты губерния именно к сегодняшней встрече. И смотрите, как все происходит. Как будто все было наоборот. Кузбасс выиграл 3-0. Сыграл раньше. И спокойно сейчас выигрывает. Удачно сейчас на этом длинном розыгрыше сыграли волейболисты губернии. Сергей Савин. Заработал набранное очко для себя. И Филипп Воронков. Филипп Воронков на подаче. Переходящий мяч. Переходящий мяч. Очень мощная силовая подача у Филиппа Воронкова. Даже если он не выходит в стартовом составе. И мощная такая у Руслана Аскерова. Да, Руслана Аскерова. Так вот, если Филипп Воронков даже и не выходит в стартовом составе, то на усиление подачи он выходит всегда в своей команде. Сейчас, кстати, замена. Именно Филиппа Воронкова меняет. Олег Сычев. А у нас Марк Курс Нильсон отправился на подачу. Счет 20-12. Подача Марк Курса Нильсона мощная. И, соответственно, можно ее даже записать на это. Доволен. Судья на вышке такой мощной атакой. Мощной атакой. После приема мяча отлетел именно судья на вышке. А Марк Курс готовится к подаче. Не попадает сейчас в пределы площадки. Третий номер Кемеровчан. Тем самым оставляем минимальный мизерный шанс в Нижегородской губернии. Матэй Мартина будет подавать в составе Нижегородской губернии. Очередная замена. Вместо Андреевского Шульгин появляется на площадке в составе губернии на подаче Мартина. Будет еще раз атака у Кемеровчан. На этот раз Аскеров. На высоком мяче. Не удалось перевесечь. Филев. Евгений Галатов окончательно действует в защите. Аскеров. Длинный розыгрыш. Ну какая борьба. Мартина. Мартина. Пройной блок. И от блока. Да. Пытался сейчас Александр Мочилов дотянуться до этого мяча. Ну здорово. Красивый, хороший розыгрыш. Игра в защите, конечно, тоже. Видели сейчас повтор. А Мартина готовится к подаче. Максим Шульгин Мартина поблагодарил за результативное очко. 21-14. Нильсон от рук блокирующих. И 22-14. Очень комфортное преимущество сохраняет Кемеровчане в концовке третьей партии. Алексей Налобин сейчас вместо Сергея Макарова появился на площадке на усиление блока у Кемеровчан. А подавать будет Руслан Аскеров. Все чаще доверяет тренерский штаб Кемеровчан молодому игроку. Ошибся 13-й номер. Но не удалось ему играть. Да, не удалось. 22-14. 15, прошу прощения, уже. Тем временем у нас Максим Шпилев на подаче у губернии. Хорошая подача. Но Галатов легко так справляется с ней. А Аскеров файпом пытался завершить. Удачно вновь Галатов. Галатов. Прекрасный день. Ошибка сейчас явно Маркуса Нильсона. Пошел он уже к мячу. Он понимает, что второй мяч это связующего. Смотрим повтор. Да, вот сейчас. Да, смотрите. Внимательно за повтором. Вот, Маркус Нильсона. Оставил. Бежит к мячу. Макаров это видит прекрасно. Но почему спиной решил? Не разобрались как-то они. Это явно должен был играть уже Маркус Нильсона. Распошел. Мочалов. И за пределы площадки показывает помостник. Сиди на вышке. Посмотри. Повтор. Да, видимо, что видеоповтор будет. Да, потому что, ну, по картинке, которую сейчас показал нас режиссер. Мы попросим режиссеров, если да, есть возможность еще раз нам этот повтор показать. Еще раз. Сергей Макаров на ваших экранах. Был только что крупным планом. Мы хотели бы посмотреть этот повтор еще раз. Но, казалось, линию мяч задел. Посмотрим повтор. Смотрите. Мочалов. И точно площадку. Такое ощущение. Но вот с этой камерой всегда тяжело судить. Да, дают мяч все-таки Нижегородской команде. Игейская бригада. И 22-17. Тайм-аут, соответственно, берет тренерский штаб Кемеров с фокус-баса. Понимает, что небольшую слабинку поймали его подопечные. И нужно их взбодрить срочно. И очень быстро. За эти несколько секунд. Но самое главное, что самая слабинка небольшая. Ну да. Комфортное преимущество имеет у кемеровчан. 22-17, да. Не видно пока еще огня в глазах волейболистов губернии. Да, вот это все, сейчас вы и сами. Не горят у них глаза пока. И так дальше будет продолжаться они. Ой, как загорятся. И ой, как полетят волейболисты губернию в атаку. Возвращается команда на площадку. Максим Шпилев. Руфан Аскеров, Сергей Макаров и Александр Мочилов. Но он вновь. Будет атака от баса. Вновь Мочилов и от рук блокирующих. 23-17. Вовремя взят тайм-аут. Тренерским штабом мировчаном. А мы смотрим повтор. Ну да, после вот небольшой разберихи, которая произошла между Маркусом Нильсиным и Сергеем Макаровым, нужно было немножечко вот... Да, как-то... Кажется, команду... Взбодрить. Взбодрить. Взбодрить тут тренерскому штабу виднее. Сергей Буртиев появляется на площадке. Ну, конечно же, для того, чтобы... Усилить подачу. Ну и, соответственно, завершить эту партию. Ну и этот матч. Посмотрим. Да, два балла не хватает пока кемеровчанам. Неточное расположение волейболистов кубернии. И матч-болл зарабатывает кемеровский кузбасс. Вот так вот. Не разобрались сейчас волейболисты кубернии в расстановке. Ну да, видим, что здесь... Детская ошибка. То есть это детская ошибка. С судьей, естественно, не... Пытается сейчас... Мы не видим этого. Сергей Буртиев нам показывает, да? Второй судья объясняет сейчас игрокам кубернии за что именно... Ну вот, собственно, трибуны спортивного комплекса арена встали. Да, уже встают. А это значит, что кузбасс... Заработал матч-болл. В одном шаге, да, от победы. Сергей Буртиев подает. И площадку не попадает. Первый из семи матч-болов кемеровчане не использовали. Шесть их осталось. Смотрим повтор. Подача Сергея Буртиева. Денис Гетман будет подавать в составе Нижегородской губернии. Ну что, зрители так и остались стоять. А мы ждем развязки. Лайнер. Чербаков. Ну, справляются. В защите Мочилов. И вновь справляется в защите Шпилев. Гетман. И Мартина. И в сетку. Не осталось совершенно силы суцилийского атакующего игрока Нижегородской губернии. И очень легкая и спокойная победа кемеровского кульбаса с основным своим соперником за выход в финал. Ну что, поздравляем нашу команду. Благодарим партнеров трансляции. Автотехцентр Хоккайто, Газпромбанк и компания Автоэс. Официальный дилер Шкода в Кемерове. Ну что, хочется поздравить всех болельщиков с победой. Ну, губернии пожелаем, наверное, не расстраиваться. И побороться завтра. Продемонстрировать красивый волейбол. И побыстрее вернуться домой, конечно. Да, но у них еще два тура на выезде. В общем, не об этом, не о губернии, о победе Кузбасса. Спасибо большое нашим волейболистам. И увидимся завтра. Завтра локомотив-узумруд. Кемеровский Кузбасс. Заключительный матч полуфинального этапа Кубка России в Кемерове. А сегодня для вас работала бригада операторов телеканала «Мой город». Режиссер трансляции Евгений Ладинский. И комментировали встречу Татьяна Савельева. И Олег Марченко. До встречи. До новых встреч. Татьяна Савельева.